несколько полезных советов по поводу использования камеры sg cam sg4000 камеру купил не так давно но уже кое-как научился с ней нормально работать снимать и сделал несколько доработок ну и кое какие приспособления для нее приобрел значит что советую сразу же взять вместе с этой камеры если вы ее где-то покупаете во первых какой-нибудь аккумулятор дополнительный типа power bank или что-то такое потому что стандартных очень на малое время хватает камера снимает в hd качестве и поэтому она очень быстро сжирает этот аккумулятор поэтому внешне какой-нибудь через usb подключать и можно будет снимать хочу в будущем попробовать все-таки какой-то аккумулятор внутренний другой поставить может как-то заменить дело в том что родной на 700 миллиампер этого очень мало сажается практически за полчаса флешка максимально на 32 гигабайта ставится в нее тоже советую практически сразу как только камеру получите сходить купить такую флешку потому что в hd качестве на нее довольно быстро пишется видео и заполняет до самого края значит по поводу самой камеры значит что необходимо сделать в первую очередь я заменил в ней микрофон стандартный микрофон очень слаб и в общем то его желательно поменять но во всяком случае если звук от нее вам нужен конечно это экшн камера она вообще не требует по звука люди как правило снимают какие-нибудь поездки на велосипедах на мотоциклах либо прыжки с парашюта либо подводная съемка звук как вы понимаете там не нужен в боксе же его практически не слышно но я допустим снимаю этой камерой совсем другие видео всяческие ремонты и все прочее где нужен звук где я разговариваю поэтому микрофон я заменил поставил от она киевской гарнитуры работает примерно в два раза лучше чем раньше то есть это первый из доработок дальше вот у вот этого корпуса дополнительного при помощи которого камера ставится на всяческие штативы и поставки от видеорегистраторов с этого края просверлены два отверстия это делается для того чтобы можно было видеть что камера включена когда она стоит с примеру на штативе как видите светодиод светит через нее дело в том что вот экран заслоняется прищепкой но через некоторое время экран гаснет совсем и поэтому определить то что камера работает можно только вот через этот светодиод который будет мигать также полезно будет сделать вывод на второй светодиод на передней панели ну к сожалению я пока этого не сделал но видел как многие делают и в общем то доработка очень полезная спереди когда камера снимает вам просто достаточно глянуть если светодиод будет мигать то значит она работает также видел как многие люди делают вот здесь выход под миниджек для внешнего микрофона то есть можно подключить какой-то другой микрофон и уже записывать хорошую запись но я этого не делаю потому что для меня уж куда проще будет записать через диктофон если мне нужен совсем чистый звук что-то такое не очень качественные можно записать прямо через микрофон который в камере также при установке микрофона у камеру этой на неё на это микрофон отдел резиновый чехольчик так чтобы звук проходил и не шел дальше в камеру а весь попадал в микрофон его отсюда не видно но на фотографиях я постараюсь показать если смогу как видите экран погас и только по светодиода мы можем определить то что камера включена если бы сейчас здесь не было просверленных дырок то примерно вот так смотрелось мы даже не знаем работает она или нет хотя вот слот для карты памяти выдает немножко но это потому что сейчас в данный момент нету флешки когда флешка будет она закроет и ничего такого видно не мы не сможем увидеть а при записи светодиод так вообще мигает поэтому другое дело как бы не один раз такое было что камера находится примеру на голове как бы снимать ее и вытаскивать эту защелку но слишком долго а просто посмотреть гораздо проще просто иногда не знаешь включил камеру или не включил поражался на или нет после того как экран погас первое нажатие она идет на включение экрана но никак не на выключение камеры и только второе уже откликается на кнопку значит что из аксессуаров приобрел для нее монопод я вообще не использую это как-то по моему глупо себя снимать но допустим когда в воде снимаете дело в том что камера снимает если просто на воздухе она хороший угол обзора но в воде сама вода увеличивает как линза и поэтому требуется камеру далеко держать просто на вытянутой руке вы будете снимать себя прямо в лицо можно сказать потому что увеличивается довольно сильно поэтому в воде пригождается какая-нибудь длинная палка и я для этих целей взял ручку от швабры это она сейчас сложном состоянии ее можно разодвинуть она где-то примерно метра на два получается это единственный где я ее применяю камеры крепятся на стандартные крепления которое шло в комплекте также для камеры взял маленький штатив такого штатив именно маленький потому что на большом штативе камера смотрится ну совсем уж не серьезно а вот на таком вполне на таком небольшом штативе вполне он подходит под камеру да и в принципе этого достаточно очень часто пригождается при съемке примеру таймлапс видео каких-либо потому что если поставить камеру неустойчиво то при съемке таймлапсов она будет либо падать либо ее кто-то сдвинет очень некрасиво смотрится со штативом все гораздо проще могу одной рукой неудобно закрепить ну вот так вот примерно все меняется ослабляется здесь поворотность до полтора килограмма выдерживает очень нужная вещь как бы не зря по поводу комплекта у камеры есть практически все здесь просто супер богатый комплект говорят на гоупро такого количества нету как у из джей тут придраться не к чему даже вот панелька дополнительная она тоже выдавалась но единственное что я мог бы посоветовать вам заказать отдельно когда покупаете камеру это вот такие вот крепежки как бы они закрывают экран то есть одна из них вот на этот экранчик вторая уже на аквабокс сюда дело в том что когда камеру храните в кармане или в сумке экраны линзы могут царапаться что они делают или просто запылиться поэтому очень не помешает такая вещь стоимость ее можно сказать копеечные в данном случае 270 может даже где-то и дешевле найдете сохраняет в общем линзы и стекла в чистоте в полный по поводу аквабокса советую хранить его именно вот так не закрывайте его до конца просто эти крепежи постоянно у всех ломаются как люди говорят и потом найти сам крепеж сложно придется покупать целиком весь бокс его стоимость рублей 500 наверное именно такого просто ждать пару месяцев пока придет этот бокс у нас допустим городе нигде такие не продаются вот в общем то как то не хотелось бы но в основном и все в целом это практически все модификации которые я на данный момент сделал в дальнейшем еще буду дальше дорабатывать выведу светодиод на переднюю панельку сделаю выход для дополнительного внешнего микрофона камера хорошие просто отличный вариант для чего-то переносного быстро что можно достать включить и снимать ну все всем пока